Всем привет! Меня зовут Максим Гладков и это видеоблог для сайта Шифер РФ. Сегодня мы попутешествуем по заводу в Белгороде, где узнаем все о производстве хризатил цементных изделий. Также узнаем, как данный вид продукции используется. Ну что ж, друзья, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в самом главном цехе завода. Именно здесь производит столь популярный волновой шифер. Вся линия производства оснащена технологичным и модернизированным оборудованием. Завод производит несколько видов изделий. Это волновой шифер, это плоский лист, как прессованный, так и не прессованный. Это хризатил цементные трубы, как напорные, так и безнапорные. Это конструктор-полос для гряд и, внимание, друзья, новинки завода. Римский профиль и сайдинг. А я предлагаю изучить всю продукцию более подробно и узнать о вариантах использования. Белгородский завод БелАЦИ производит не только классический волновый шифер, но также производит и плоский лист, который бывает двух видов – прессованный и не прессованный. Он имеет огромную область применения как в строительстве, так и в хозяйстве. Но так как мы оказались на территории непосредственно производства, то хотелось бы воспользоваться этим моментом и познакомиться и представить вам Ольгу Владимировну, ведущий инженер технолог. Здравствуйте! Ольга Владимировна, скажите, в какие цвета может быть окрашен шифер? У нас основные цвета – это красный, коричневый, зеленый, синий и оранжевый. А вот если мне захочется какой-то эксклюзивный цвет заказать, такое возможно? Это возможно, да. Существует ли какое-либо защитное покрытие? Защитным покрытием для волнистого листа является грунтовка глубокого проникновения перед окраской. Он становится прочнее и долговечнее. Влагу отталкивает. Лист остается поропроницаемым, но прочным. Ольга Владимировна, а следующий вопрос, возможно, дурацкий. Почему шифер волнистый? Он более прочный, чем плоский. Выдерживает большие нагрузки, вот именно для снега, потому что площадь увеличивается. А, да, 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 да. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, есть плоский лист? Он бывает прессованный и не прессованный. В чем разница? Прессованный лист намного прочнее, долговечнее. Он эстетически даже красивее. Расскажите о преимуществах хризотилцементного плоского листа относительно других материалов. Это, во-первых, природный материал. Затем это долговечность. Выдерживает очень большие перепады температур. Шумоизоляция хорошая. Теплопроводность хорошая. И по цене более низкая. То есть доступны покупателям. Расскажите о сферах применения хризотилцементного плоского листа. Плоский лист применяется очень широко. То есть для наружной и внутренней отделки, для монтажа стеновых панелей, для сооружения различных строительных конструкций. Это беседки, вольеры, и ограждения, и заборы. Вообще широкое применение. При облицовке самого фасада плоским, прессованным, он может быть также окрашенный. Для придания больше декоративных свойств. Для забора тоже можно окрашенную применять. Теперь мы знаем, куда ехать, где заказывать, что делать. Спасибо вам большое, Ольга Владимировна. Было приятно с вами пообщаться. Сейчас мы находимся у огромного количества хризотилцементных труб. Вы только посмотрите, какие объемы производства, друзья. Также они бывают двух типов. Напорные и безнапорные. Но чтобы прояснить все детали, мы с вами познакомимся с начальником трубного завода Виктором Юрьевичем. Здравствуйте, Виктор Юрьевич. Скажите, пожалуйста, в чем разница напорных труб от безнапорных? Ну, само название напорное, оно подразумевается, что эта труба используется для напорного водопровода. Как для горячей, так и для холодной воды. Выдерживает высокое давление до 180 атмосфер. Безнапорные трубы, это в основном, это канализация, кабельный канал. Вот, они отличаются и толщиной стенки, и содержанием шехты. По стоимости тоже безнапорные трубы гораздо дешевле напорных труб. Чем вот хризатил цементный и трубы отличаются от других аналогов? Ну, хризатил цементный, тут используются за три элемента. Это хризатил, цемент и вода. Хризатил – это минерал, природный минерал, который дробится, расщепляется на волокна, и он не подвержен ни коррозии, ни химическим реакциям. Поэтому эта труба долговечная. Они набирают прочность свою и держат эту прочность на протяжении всего времени службы. Виктор Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о сроке эксплуатации данных труб, данного изделия. Ну, срок эксплуатации для них практически не установлен. И если с металлическими сами, то практически менять их не надо. Спасибо большое, Виктор Юрьевич, спасибо за справку. Было очень приятно и интересно с вами пообщаться. Помимо шифера, завод производит и альтернативные варианты кровли – римский профиль. И сейчас мы спешим на встречу с менеджером отдела продаж Галиной Васильевной. Ну что ж, вот мы и на месте. Римский профиль Расскажите нам, в чем существенное отличие между шифером и римским профилем? Римский профиль – это новинка завода Белоцея. Он существенно отличается от обычного шифера тем, что он имеет другую форму. Здесь меньшее количество волны и материал уже готов полностью к укладке, поскольку он имеет запилы и отверстия под крепежный элемент. Скажите, в какие цвета может быть окрашен римский профиль? Римский профиль окрашивается шести оттенков. Это графит, орех, мох, шоколад и рубин. И также он присутствует в обычном сером виде. Можно окрасить в любые цвета по спецзаказу. Данное окрашивание происходит в промышленных условиях по специальной технологии. Это двухсторонняя грунтовка и два слоя окраски. Скажите, а какими-то еще новинками завод Белоцея будет нас радовать? Да, сейчас разрабатывается сайдинг. Он изготавливается из плоского прессованного листа. Если заметно, то применяется декоративно-ревлефтный рисунок, имитирующий дерево. С последующим окрашиванием. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Специально для дачников. Как видите, рядом со мной конструктор полос для грядок. Он очень прост в применении, поэтому вы сможете превратить ваши земельные участки в прекрасные сады и огороды. И не стоит забывать о практичности. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наше путешествие и отправляемся прямиком в лабораторию. Все изделия из хризатилцемента имеют высокие показатели прочности. Это долговечность, водостойкость, устойчивость к атмосферным явлениям и природным факторам. Но чтобы мои слова показались вам более достоверными, сейчас мы поговорим с заместителем начальника ОТК и лабораторией Татьяной Александровной. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Какие этапы проходят хризатилцемент в контроле качества? Ну, в нашей лаборатории проводятся три этапа контроля качества. Это входной контроль сырья, операционный контроль технологического процесса и приемочный контроль продукции. Первым этапом является входной контроль, где мы контролируем показатели хризатила на соответствии требованиям нормативно-технической документации. Второй этап заключается в операционном контроле и контролируются режимы технологического процесса, где мы контролируем распушку асбеста, влажность асбеста и другие показатели конкретно выпускаемой продукции. Третий этап – приемочный контроль, где у нас принимается продукция по внешнему виду, после чего отбираются определенное количество продукции для проведения испытаний. Каждая выпущенная партия проходит испытания согласно требованиям нормативно-технической документации, что подтверждаем паспортом качества. Спасибо за развернутый ответ, Артиана Александровна. Ну что ж, теперь можно быть уверенным в качестве хризатилцементной продукции. Итак, сегодня мы изучили хризатилцементную продукцию, возможности ее использования. Это такие виды изделий, как волновой шифер, плоский лист, прессованный и непрессованный, хризатилцементные, напорные и безнапорные трубы, конструктор полос для гряд, сайдинг и римский профиль. Ну что ж, друзья, мы надеемся, что эта информация вам пригодилась. В следующих сериях мы сконцентрируем свое внимание на монтаже хризатилцементных изделий. Не пропустите! Ну что ж, до встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok